Продолжение следует... На этом площадке приходит намного больше учителей. Сегодня пришли не так много. Скорее всего, это связано с тем, что не все понимают, что такое ноосферное образование. Это какое-то неизвестное направление. Да, действительно, при том, что мы понимаем приблизительно, что такое ноосфера. Ноосфера – это некая сфера вокруг земной оболочки, которая создается из наших мыслеформ, из наших чувств и эмоций. Впервые об этом заговорили французские ученые из русских наиболее ярких ученых. Это Вернацкий, академик Вернацкий. Самое интересное, знаете, в чем заключается? У нас есть в Москве метро Вернацкого, у нас на слуху это имя. Но когда я попыталась найти его работы, их очень мало оказалось. Позже я узнала, что, оказывается, его многие открытия были засекречены, потому что он нашел какие-то способы вечной молодости, какие-то упражнения дыхательные, не лекарственные, а именно связанные с мыслью, с дыханием, то, что очень схоже сейчас с тибетскими различными упражнениями. То есть, когда мы говорим о здоровье-сбережении, это действительно очень сильно. Но, с другой стороны, этот метод, в том числе и результативной педагогики, здесь, конечно, мы не касаемся долголетия, но методы, которые применяются в ноосферном образовании, они способствуют и здоровью, и хорошей результативности восприятия информации. Поэтому я особенно приветствую педагогов, которые ищут. Вот сюда приходят, на эту площадку, люди, которые стремятся найти что-то новое. Они ищущие педагоги, люди, которые влюблены в дело, которое они делают. Поэтому я рада с вами сегодня разговаривать, общаться. И если у вас возникают вопросы, у нас есть прекрасная возможность в чате задавать вопросы, как только они возникнут. И так, автор этой методики Наталья Владимировна Маслова, она доктор психологических наук. Среди ее работ есть такие масштабные работы. Например, нам известна периодическая система химических элементов Менделеева. То есть это некая система, которая действует уже столько, больше двух веков, и там дополняются новые элементы. То есть она изначально так составлена, что ничего там изменять не надо. Там можно добавлять, вставлять в ячейки. Именно так же есть определенная периодическая система. То есть в природе все периодически, все ритмизировано, имеет свое место. Периодическая система всеобщих законов мира. И среди ее работы периодическая система общих законов человеческого общества, общих законов познания и постижения, периодическая система законов образования. То есть мы видим, что этот автор, он подходит очень научно к тому, что она делает. Конечно, вся ее наука основана на открытиях ученых, которые работали Донью, которые работают совместно с ней. И сейчас активным распространителем наосферного явления является еще ее помощница Наталья Геннадьевна Куликова, доктор психологических наук, советник Российской Академии естественных наук, действенный член Ноосферной Академии науки образования, врач-физиолог, доктор психологических наук Российской Академии естественных наук, и вице-президент Ноосферной Академии науки образования, директор по проектам, по учебным различным проектам. Вот при такой молодости и обаятельности эта женщина уже академик, и ее труды, вот эти научные обоснования, этих методик, о которых мы поговорим, они очень и очень серьезные. В чем цель биоадекватного урока? Почему эти методики, они здоровьесберегающие? Потому что они адекватны природе человека, природе вселенной. Во-первых, это сбережение здоровья, потому что здоровье это то, чем мы располагаем на всю жизнь. Природа нам дала физическое тело, здоровье. И что получается? Дети идут в школу, к третьему классу у них появляются определенные проблемы. 70% детей заканчивают в школу с различными хроническими заболеваниями. Среди этого, конечно, очень много различных болезней, мы об этом поговорим дальше. Следующее, хорошее усвоение материала. Дети идут в школу, для чего? Чтобы учиться. То есть важно качество материала. Превращение информации в навык и знания. Часто вот когда ребенок учит наизусть какое-то правило, это еще не значит, что он умеет его применить. Другой же не может научить, не может дословно повторить правило, но может осознанно повторить. И вот он, именно этот ребенок, который осознанно, своими словами рассказывает правило, он в состоянии его использовать. То есть превращение информации в навык и знания. А часто дети, вот большая проблема младших классов, даже в пятый класс переходит с основной проблемой. Читают текст, вроде есть скорость чтения, но не вникает в содержание текста. Текста нет смыслового понимания. То есть у нас есть некоторые проблемы. Так вот, биадекватный урок идет к тому, чтобы нивелировать все эти проблемы, чтобы решить их, чтобы не было такого. И знание, вот информация сразу же превращалась в навык и осознанное знание. И идет очень интересная вещь, как гармонизация эмоционального состояния. А что это значит? Если у детей гармоничное эмоциональное состояние, они меньше проявляют агрессию. Им нет нужды проявлять агрессию. Вот что самое важное. Но еще есть такой момент, что он гармонизует эмоциональное состояние и самого педагога, который проводит такой урок. Потому что подготовительный этап включает некоторые творческие задатки человека. Об этом, как это происходит, вы узнаете сегодня. Давайте посмотрим, какие основные проблемы здоровья у школьников. Осанка. У очень многих детей в 4-5 классе уже проявляется сколиоза различной степени осложнения. Зрение. Многие носят очки. И не только, как я в старшем возрасте, а именно с детского возраста. Это в том числе эмоциональное здоровье. И эмоционально, когда они агрессируют, когда бывают плаксивые, неустойчивые эмоциональные состояния. Чуть что и они вырываются. Какие-то психологические, неуправляемые вещи. Нам известно, что подростки ведут себя как-то неадекватно. Но есть ряд подростков, которые оказывают себя очень хорошо даже ведут. И здесь играет огромное значение эмоциональное здоровье. Следующее – это хронические заболевания. Хронические заболевания и пищеварительного тракта, и других органов. А давайте рассмотрим, с чем связано здоровье. Есть ряд научных обоснований, учебников, которые рассказывают о том и доказывают. Если мы понаблюдаем за собой, то мы тоже увидим, что наше физическое здоровье напрямую зависит от эмоционального состояния. Когда у нас плохое эмоциональное состояние, когда у нас не те мысли вдруг начинают где-то в каком-то органе болеть. И обращаясь к некоторым источникам, например, Луиза Хэй, тот же Синельников из российских авторов, мы можем увидеть, почему именно этот орган заболел. И обращая внимание на орган, понять, в какой сфере мы допустили неправильные эмоции, неправильные мысли. Переработав их, улучшить свое состояние на начальных этапах. То есть, благодаря эмоциональному здоровью мы можем выровнять и зрение. Например, конкретно зрение, с чем связано. Когда у человека близорукость, это говорит о том, что он боится будущего. Он стремится к нему, есть какой-то внутренний страх. У взрослых людей, наоборот, проявляется дальнозоркость. Это с чем связано? Что они смотрят назад. Они меньше мечтают и больше нацелены на воспоминания жизни того, что было. А когда проявляется стигматизм, то есть неравномерное зрение, один глаз плюс другой минус, то это уже более сложная проблема, когда человек и боится будущего, и ему тяжело вспомнить что-то прошлое, он не в настоящем. Или он часто в прошлом находится. Он не находится в настоящем. Есть еще другой, более прагматичный метод. Глаза ведь это тоже мышцы. Как получается? Дальнозоркость, близорукость. Хрустали глаза держат мускулы. Мышцы. А мышцы, они как? Если мы их тренируем, они превращаются в крепкие мышцы, управляемые. Если мы их не тренируем, то нет. А когда мы их хорошо тренируем? Когда мы что-то рассматриваем. А когда мы нечто рассматриваем? Когда нам это нравится? Когда не нравится, мы отводим взгляд. Ну, дети смотрят, например, телевизор или планшет, телефон, смартфон. Они смотрят, у них глаза на одном расстоянии, не меняется обзор и угол не меняется. Потому что вот такое маленькое пространство в телефоне, ему достаточно вот в этой градации работать глазами. У него глаз нацелен на это, и нет ни дальнего, ни ближнего, ни левого, ни правого угла. У него неактивно работает, и в результате падает зрение. А когда человек открывается для наблюдения всего, что в жизни происходит, он начинает наблюдать за тем, что вообще в жизни происходит, тогда у него улучшается зрение. Современное образование. В чем суть современного образования? Вот сейчас очень распространенное видение. Давайте скажем, что есть видение различное. То есть на каждую ситуацию можно рассматривать, каждую ситуацию можно рассматривать в различных моделях. Если мы рассматриваем с модели левое и правое полушарие, правое полушарие, оно у нас творческое, левое логическое. И когда у человека ведущая правая рука, у него более активное левое полушарие, потому что перекрестный идет. И наоборот, когда он левша, у него более активное правое полушарие. Но большинство из нас правши. Что получается? В школе мы что делаем? Операции с последовательностью. У нас линейные представления. То есть когда даже мы смотрим хронологию, это линейные представления. Операции с перечнями, операции с числами. Анализ, логика, речь, текст. Слово. Вот все, что есть, это прямое наше школьное образование. Левое полушарие, оно думает медленно, постепенно. Когда мы говорим о правом полушарии, то что мы представляем? Это пространственные ориентации. Например, вы можете закрыть глаза и представить прекрасное большое, ну, скажем, Тадж-Махал или какое-нибудь здание. Закройте глаза и вы представите его целиком. Если же мы начинаем думать левым полушариям, то вы смотрите слева на правую окна, количество этажей по очереди. Потом заходите внутрь. То есть ориентируясь на пространственное мышление, мы моментально видим все в целостности. Это у нас правое полушарие. Уже мы здесь замечаем, что скорость наблюдения резко меняется. Дальше целостное восприятие. Если работая с тем же, например, образом здания, мы логическое полушарие включаем, мы наблюдаем шаг за шагом, то мы видим вот окно, здесь окно, здесь дверь, здесь стекло, здесь что-то, какие-то детали. А целостное восприятие позволяет все это увидеть целиком. И сразу видите, насколько это гармонично, негармонично. Некоторые именно включая так мозг, начинают фотографировать, развивать себе фотографическую память. То есть уже после, обращаясь к этому снимку внутри своей головы, включить левое полушарие для анализа. Смотрите, оба полушария нам очень нужны. Но сейчас смотрим. Весь вопрос в балансе. Образное правое полушарие принимает трехмерное восприятие. У него прекрасное воображение. Когда мы мечтаем, у нас включено правое полушарие. Он чутко ощущает ритм, цвет, окрас. Вот все эмоции, эмоциональный мир связан с правым полушарием. Левое логическое. То есть смотрите, в идеале мы видим нечто целостное. Потом переходим в левое полушарие и детализируем эти детали, чтобы потом опять проверяем, как мы проверяем, вставляя эти детали в целостный образ. Если мы чередуем ближние и дальние рассмотрения операции с последовательностью и пространственностями, мы получаем идеальное мышление. Но на самом деле в школе, в современной школе, в обычных программах мы используем в основном 90% левое полушарие. Вот скажите, как часто вы дети на уроке говорите, давайте помечтаем или включите воображение? Очень редко. Включите мозги, будьте сосредоточены, посчитайте, внимательней проследите. То есть вот это все уже право полушарное, это привычные вещи. Вот мечтать или воображать как будто бы не связано с нашим современным образованием. Если смотрим периодичность развития современного, дети ходят в детский сад, там получают определенное образование, в школе. И школы идут в ПТУ, колледж или в ВУЗ. И самое интересное, раньше этого было достаточно, а сейчас идут уже взрослые люди в дополнительное образование. Есть дополнительное образование для взрослых. Почему? Очень сильно меняется профессия, специальности, целые отрасли вдруг появляются и исчезают. Но самый яркий пример, который я могу привести, отрасли, которая была около 10-15 лет и исчезла. Помните, у нас были кассеты, аудиокассеты, которые вот такие круглые, там ленточки крутились. Видеокассеты, сейчас где они? Кто-нибудь их использует? Нет, они полностью исчезли, появились. А были целые заводы, целые фирмы, которые производили эти кассеты, эти пленки. Целые фирмы, которые звукозаписывающие, которые записывали на специальной аппаратуре все это. Теперь кто-нибудь исследует, их использует? Нет, абсолютно нет. Но получается, что сейчас совершенно другие появились флешки, появилась цифровая запись. В скором будущем может даже это исчезнуть и появиться. Да, я вижу, я преподаю декоративно-прикладное творчество. Да, мы включаем воображение. Смотрите, прекрасный пример декоративно-прикладное творчество. Если взять урок изобразительного искусства, он в неделю у нас только один раз. Музыка один раз, и то до седьмого класса там дальше уже нет, и дети даже не хотят туда идти. Считается второстепенным предметом почему-то. И может быть черчение, которое идет на замену изобразительного искусства. Представьте, из всей недельной нагрузки только один час на воображение. Может где-то во время литературы еще и мы включаем воображение. Но этого, дорогие мои друзья, очень мало. И сейчас мы увидим, как можно сделать. И я сказала, что взрослые идут на дополнительное образование. И самое интересное, знаете, что дополнительное образование – это не только профессиональные навыки. Сейчас очень развито такое направление, как soft skills. Это мягкие навыки. Это что? Это, во-первых, базовые коммуникативные навыки. Оказывается, взрослые люди, когда пытаются в карьере пройти или у них в семье, возникают вопросы, они начинают понимать, что у них нет базовых навыков коммуникации. Давайте посмотрим, сколько человек в вашем классе, скажем, если в классе 30 учащихся, сколько из них могут внятно, грамотно, красиво, хорошо объяснить свои мысли. Скорее всего, не более половины. Даже половина – это очень большое число. Большинство из них не умеют. Дальше. Поддерживать разговор, развивать отношения с людьми. Когда получается крифтическая какая-нибудь ситуация, собраться и принять правильные решения из всех имеющихся. Как это сделать? Это навыки, которые нужны абсолютно нам всем. Но получается так, что школьное образование дает кучу различных информаций, которые в одной профессии нужны, носителям другой профессии совершенно не нужны. Но жизненных навыков мы не получаем. Следующее – это эффективно контролировать свое состояние. Вот у меня к вам вопрос. Вот вы сидите. Вы ощущаете сейчас свои ноги? Вам легко ощутить свои легкие? А желудок? Если где-то болит, мы это ощущаем. Но если не болит, мы не ощущаем. А если мы скажем сейчас, как вы себя чувствуете? Надо сосредоточиться, послушать себя, подумать как-то. Иногда мы даже не можем высказать, что мы чувствуем на данный момент. А дети тем более. Самое интересное возникает на тот момент, что мы управляем только тем, что имеет свое название. Как только мы номинизировали нечто, мы его увидели, мы можем им управлять. Пока оно не находится в зоне нашего внимания, мы его не видим, не слышим, не контролируем. Оно может болеть, может причинять неудобства. Но мы управляем этим только в том момент, когда обращаем на это внимание. А в школе насколько мы обращаем внимание на наши чувства, ощущения тела? Нет, только тогда, когда заболит. А пока не болит, оно у нас просто не существует. Ну и что, что руки работают, голова движется, голова думает, ноги идут. Это их обязанность. Да, это их обязанность. Но когда мы их познаем, они все это могут делать лучше. Мы можем лучше управлять этими процессами. Навыки эффективного мышления. Насколько хорошо и эффективны мы мысли. Насколько эти процессы эффективно проходят в нашей голове. Взрослые люди идут этому обучаться. А нельзя ли это преподать именно в школе, в обычной школе, чтобы дети более осознанно думали и не делали тех критических ошибок, которые они делают во взрослой жизни. И, конечно же, управление, управленческие навыки. И в какой-то этап жизни мы становимся над кем-то, то есть становимся руководителем. Когда создаёт семью мама, она же руководитель семьи, папа руководитель семьи. У него есть определённая зона власти. То есть требуются управленческие навыки. Староста в классе или кто-то. Это тоже управленческие навыки. А как может человек управлять другими, когда он не управляет своим собственным состоянием? И вот это то, чему обучаются взрослые. Но это естественные навыки, которые могут быть обучены, апробированы, могут быть привиты детям именно в школьные годы. Тогда и жизнь будет намного более результативной. И дело в том, что эти навыки универсальны. Что же предлагает ноосферное образование? У него, мы берём современное образование, сейчас есть то, что мы исходим из того, что у нас есть. Это левополушарное мысление в деятельности, в образовании, в социуме, везде. Мы логически думаем это хорошо, это плохо. Дальше идёт ноосферное образование. Это даёт целостное мышление, биоадекватный метод, ноосферное мировоззрение, то есть экологическая этика. Когда мы понимаем, что наша мысль, она не только в нас, она уходит в ноосферу и возвращается на Землю. Когда мы понимаем, что надо следить за своими мыслями, за своими словами. И то, что приходит в нашу жизнь, это то, что мы отдали в эту жизнь. Понимаете, как вода испаряется, из неба падает очищенная вода, тоже что испарилась от нас. А в небо уходят наши мысли. Если наши мысли злые, они возвращаются к нам воинами. Если наши мысли чистые, они о строительстве, о красоте, то к нам приходят совершенно другие вещи. Если взять, например, научные открытия, то можем мы проследить, что в определенный этап одновременно в разных концах света открывались одни и те же знания. Например, радио и в России делали радио, и кто-то там в Америке, не зная об этом, они одновременно сделали. Авторство пошло за тем, кто первый зарегистрировал. Но факт то, что из ноосферы приходит информация, она приходит и его улавливают те умы, те люди, которые настроены. Дальше ноосферное знание, как раз понимание о том, что такое ноосфера, включение наших мыслей. Это экологизация не только природы, но и наших мыслей. И дальше идет природосообразная деятельность. Когда человек не выбрасывает то, что можно использовать, и не производит то, что завтра можно выбросить. Он делает нечто такое, он производит то, что может быть трансформировано, использовано многократно. Если посмотреть книги Натальи Владимировны Масловой, мне очень нравится название. Вот, например, «Ключи к тайным воспитания» или «Ноосферное образование» тут мелким шрифтом. То есть есть вот такие книги, о которых можно узнать основу, основу, научную основу ноосферного образования. Итак, посмотрим, перейдем конкретно к принципам. Первый принцип – это экологизация образования, принцип системности образования. То, что предметы, они взаимосвязаны. Эта система – это система, и каждое знание, оно является частицей большой системы. Оно не оторвано. То есть вы помните логическое мышление и образное мышление. Когда мы смотрим на нечто и отдаляем его, мы видим его в контексте. Вот русская пословица «за деревом не видят леса». А если отойти, то можно увидеть дерево внутри леса. Вот это и есть системность образования. Принцип гармонизации. Гармонизации личности внутри себя. Гармонизации с окружающими. Принцип гуманизации. Человеколюбие. То есть гуманность. Что это такое? Во-первых, любовь. Любовь к человеку. Любовь к людям. Это безусловная любовь. Принцип инструментальности. Тойте владение инструментарием нашего головного мозга. Это принцип личностно ориентированного образования. То есть каждый человек может найти способ для себя. Принцип опережающий по сравнению с другими отраслями образования. Опережающий образование. Почему? Потому что благодаря этой системе дети намного быстрее осваивают знания. Например, английский язык могут выучить, овладеть за два года. За один-два года. И дальше уже изучать какой-нибудь другой иностранный язык теми же принципами. А мы учим со второго по десятый класс. А потом, когда ребенок идет где-нибудь в англоязычное пространство, он не может толком даже высказаться. Принцип простоты познания. Принцип экономической стойки образования. И принцип потенциальной интеллектуальной безопасности. Так, я смотрю вопрос, Эльвира Ильевна. Как вы относитесь к понятию психосоматика в контексте? Рассматриваем вами подходы к новосферному образованию. Психосоматика. Психосоматика, во-первых, это медицинский термин. То, что все, что человек, некоторые физические явления связаны со здоровьем, это трансляция психоэмоционального состояния. Ну, да, это так и есть. То есть, как мы думаем, как мы чувствуем, так чувствует наше физическое тело. В подходе образования, ну, не совсем понятен вопрос. Давайте, или вы конкретизируете этот вопрос, чтобы я поняла, что вы имеете в виду. А то, что я имею в виду, я рассказываю, уже будет понятно. Возможно, вопрос сам исчерпает себя в процессе. Во время урока новосферного мы используем такие вещи, как символ, образ и метафора. Давайте посмотрим, что такое символ. Символ – это некая фигура или образ вещественного обозначения какой-нибудь нравственного предмета. Например, чистота. Для нас белый цвет характеризует чистоту. Какой-то лев – символ храбрости. Орел – символ может символизировать где-то свободу, а где-то силу. Когда мы говорим об образе философии, это результат отражения объектов в сознании человека. То есть на чувствах ступени познания образами является ощущение, восприятие, представлении. А когда мы говорим о мышлении, это суждение, умозаключение, мы думаем образами. То есть у нас есть слова. И слова, по сути, свои эти образы. И метафора – это употребление слова в переносном значении, словосочетание, которое характеризует данное явление путем перенесения на него признаков. Когда мы говорим, например, стол, мы в голове видим, каждый человек видит свой стол. Вот это и есть образ. Мы сказали какое-то слово, дерево. Кто-то видит дуб, кто-то иву, кто-то, может быть, бонзай, какое-нибудь маленькое дерево. То есть, смотрите, одно слово имеет образы. И у каждого человека в голове образуется свой образ. Вот это и есть индивидуальность. Но мы думаем все образами. И метафора, когда мы используем слово в переносном значении. И это переносное значение очень схоже с тем значением, которое мы имеем. И оно играет определенную роль в формировании мыслей. И получается, что одно и то же знание, одно и то же, та же фраза в голове разных людей имеют совершенно разные значения. Схема ноосферного урока очень интересная. Вначале настройка. Никто их не спрашивает домашнее задание сразу. Откройте тетради, покажите домашнее задание. Нет, здравствуйте, ребята. Может быть, на доске какая-нибудь картинка, абсолютно не связанная с уроком на первый взгляд. Но нечто такое, которое настраивает. Например, в младшем классе это может быть какой-нибудь. Может, картина жирафа играть. Смотрите, дети, видите, на жирафе есть вот такие узоры. А вы знаете, что у всех они совершенно разные. Они никак не повторяются, например, как отпечатки на пальцах у человека. А вы знаете, что у вас у каждого свои отпечатки. И они у всех разные. Так, что включается в ребёнка? Интерес. То есть задача этой картины не столько передать информацию, а чтобы включить механизм интереса. Когда механизм интереса включился, у человека поднимается настроение, он включается в процесс познания. Мы здесь повторяем уже прожиденные темы. Дальше идёт объяснение нового материала. И это идёт в медитативном состоянии. Как это происходит? Ну что ж, давайте мы сейчас просмотрим новый урок, новую тему. Вы можете прикрыть глазки. И представьте, что мы входим в волшебный лес. Вы проходите по нему. У вас ножки ступают по траве. Она какая мягкая. Какая трава? Посмотрите вокруг. Вы прикасаетесь к веткам, листьям. Какого они цвета? А чувствуете ли вы ветерок? Включается механизм. Значит, цвет – это видение, визуальные образы. Дальше мы включаем киноэстетику. Ветер подходит. Трава прикасается к телу. Мы включаем каналы восприятия. А слышите звуки леса? Каждый ребёнок слышит свой звук. Для кого-то это в шуршане там сурок пробежал, птичка пролетела или что-то. Каждый видит свой образ. И тогда они приступают куда-то в определённое пространство. И появляется образ. Например, бабочка с четырьмя крылами. И вот на каждом крыле, например, временные формы глагола в английском языке. И объясняется. Вот на правом верхнем написано это, на левом нижнем – это. И они по очереди. Вот это означает вот это, это, это. И мы можем мысленно там написать вот это словечко. И следующее. Дальше дети выходят, опять из леса выходят, открывают глазки, берут ручку, карандаш, бумагу и рисуют этот образ. Он называется образон. Вот здесь мы можем видеть такой образон. Например, смута о России начала 17 века. Мы видим здесь вот эти осьминог или животные вот с такими нижними. То есть от чего это возникло, какие были проблемы, как они проявились. Для того, чтобы вспомнить вот всю историю, ребёнку достаточно включиться. Вот вспомнить этот образ. И каждый образ у него будет выстраиваться. Во-первых, это помогает развитию памяти. Во-вторых, в чём эффективность? В чём эффективность? Когда человек расслабляется, он снимает все препонные для восприятия информации. Он беспрепятственно воспринимает эту информацию. Дальше. Когда мы работали с киноэстетическим, визуальным, аудиальными, тактильными образами, что мы делали? Мы зацепили информацию в различных частях нашего мозга. То есть у нас есть много инструментов, с помощью которых мы можем вытащить информацию в нужный момент. Самая важная задача памяти – это не только запомнить. Оказывается, наш мозг запоминает абсолютно всё. Потому что в гипнотическом состоянии мы можем вспомнить даже то, что и не пытались запомнить. То есть наш мозг обладает фотографической памятью. Он фотографирует, он сохраняет всё, абсолютно всё. Вопрос в том, как мы эту информацию вытаскиваем, как оно заархивировано в нашем сознании. Например, если вы идёте в библиотеку, а там очень много книг, очень много знаний, статей и так далее. Вы куда идёте? К картотеку. Картотека есть в алфавитном порядке, есть где порядок по авторам, по направлениям. То есть одна и та же книга может состояться в разных полках, сортированная по различным признакам. То же самое у нас в голове. Когда мы включаем вот это образное мышление, включаем дополнительные каналы восприятия, мы их цепляем различными нитками. Достаточно вспомнить, как вот прикоснулся ветерок, информация выходит. И второе. Когда человек приходит в этот лес, где ему приятно, мы запоминаем лучше. Почему? Потому что природа так устроена, что хорошие вещи мы запоминаем. То же, что было плохо, человек включает защитный механизм и включается амнезия. Так получается, когда ребёнок выучил стихотворение, пошёл в школу, он прекрасно дома родителям рассказал, на 5 отлично по дороге идёт, увидел собаку, испугался, пришёл в школу, ничего не помнит. От всего его выученного стихотворения осталась дырка в бублике. Он не может ни слова сказать. Учитель говорит, он не выучил, мама говорит, как не выучил, он же нам рассказал. А вот так происходит. Из-за стресса мозг блокирует часть памяти, стрессовой информации и всё, что было вокруг. Он же не может точно, он взял и временной отрезок вырезал из памяти. И ребёнок не помнит стихотворение. А когда мы создаём положительное эмоциональное состояние, то это запоминается. Плюс мы дальше посмотрим уровни сознания, при котором видно, насколько усиливается сознание человека, когда он поднимается настроением. Ученики делятся внутренними ощущениями. После того, как они вернулись, учителям задаёт вопросы. Смотрите, вопросы какие интересные. Он не задаёт, что вы запомнили из этого материала. Нет. А что вы чувствовали? Что вы почувствовали, когда увидели? А что вы почувствовали, когда бабочка замахнула крылом? То есть мы включаем познание внутреннее, познание самого человека. Вот это тот навык, который в жизни наиболее важен. Умение слушать себя, умение чувствовать себя. Дальше они сидят, дорисовывают образ. И учитель показывает изначально подготовленный, после уже. Чтобы если они что-то забыли дорисовать, дописать, они бы дописали. То есть не вначале показывает учитель, чтобы у каждого ребёнка есть своё видение. Он нарисовал так, как он видит. Образон учителя нужен только для того, чтобы ребёнок дописал учебный материал. Дома домашнее задание – разукрасить образон. Когда ребёнок сам разукрашивает этот образон, получается так, что он ещё раз перечувствует, переживает, вспоминает всю эту картину целиком. И на следующий урок он как бы ничего не выучил. Он всего лишь разукрасил образон. А он может рассказать, он может сказать. Потому что этот образон зацепился в его сознании на всех возможных чувственных, эмоциональных триггерах. Образон. Что такое образон? Ещё раз рассмотрим вот этот. Это опорный образ, наполненный исчерпывающей информацией в алгоритмическом порядке. То есть здесь на самом деле учитель, когда выбирает этот образон, он имеет определённый алгоритм. Дальше. Образон имеет законченный вербально-визуальный вид. Это конкретно. Мы увидели осьминогово. Можем сделать какое-то животное, строение, всё что угодно. Он имеет визуальный и вербальный, потому что мы дописали слова. Что мы сделали? Мы включили и правое полушарие, и левое. Они начали взаимодействовать. Образон играет роль знака, в котором схвачена сущность учебного материала. То есть он неотрывный. Учитель подобрал тот образон, который имеет непосредственное отношение к этому образу, и в котором это может быть выражено. И есть знак, есть правила перехода от антологии, бытия, гносеологии, познанию. Познание наиболее активно прошло у людей, когда они начали писать буквами, знаками. То есть когда рука пишет определённый знак, а знаками – это буквы. Буквами мы выписываем слова. Мы смотрим на них, мы их смакуем. И появляется как раз познание смысла, познание того, что есть. Образон – это смысловая структура, которая рассчитана на активную внутреннюю, естественную работу человека. Вот когда мы начинаем чувствовать свои эмоции, своё тело, мы включаем такстильные ощущения, внутренние ощущения. Поиск символа – это естественный способ проверки соответствия информации внутренним потребностям. Вот если символ не подходит, значит, что-то не то с информацией. Человек начинает искать, а где, а как, а почему. Образон раскрывает их гармонично, формирует умение понимать явления и предметы в реальном и символическом смысле. То есть, получается, мы взяли символ, мы на этом символе написали новые знания, но мы параллельно дали и понятие об этом самом символе. Например, когда мы рассказали об осьминоге, вот осьминог так выглядит, у него ножки нижние, так, первая, вторая, третья, у него шапка или что-то. Когда произошло вот это формирование, и на этой основе развивается эдетическая память, то есть образная и это долговременная память, которая помогает сохранить информацию. Вот еще пример образона. Здоровый образ жизни. Что мы имеем в виду? Режим дня, рациональное питание, личная гигиена. Если ребенок запоминает, вот столько тут считает, а сколько тут у нас крыльев, он по пальцам нужен. Так, это режим питания, а вот который у него визуально сохраняется, видение вот здесь, 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 здесь. Он понимает, что здоровый образ жизни. Почему выбран такой штурвал? Потому что штурвал водит нас по жизни. Если он сломается, что получается? Корабль потеряет управление по морю, он поплывет дальше. Нет, скорее всего, его волны будут бросать то туда, то сюда, и он не сможет управлять своей жизнью. Вы хотите достигать своих целей? Да, значит, для этого что надо сделать? Управлять своим состоянием, как здоровый образ жизни. А вот так, 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 так. И перечислить все эти пункты. Вот видите, вот образ штурвала, он как раз в контексте это дерево на фоне леса. Так, вопрос, считаю, у нас есть вопрос к уточнению понятия. На мой взгляд, Луиза Хэй, ее таблица заболевания, это психосоматика, направленная на стыки медицины и психологии. А учение Бернацка, оно ориентировано на изучение сферы взаимодействия общества и природы. В целом, спасибо за интересный междисциплинарный подход и предлагаю методик, который так необходим сегодня для мотивации наших деток к обучению. Благодарю вас за разъяснение, Эльвира Алиевна. Да, мы имеем дело с человеком и имеем дело с обществом, то есть это взаимодействие. И Татьяна Николаевна задает вопрос, насколько возможны эффективные ноосферные занятия для дошкольников. Абсолютно эффективные и есть учебные пособия. Об этом я позже расскажу, по которым можно пользоваться и спокойно с ними делать. Каналы восприятия информации. Вот мы сказали, что у нас каналы – это звук, визуальный образ, запах, тактильные ощущения, объемные характеристики. То есть вес предмета, объем, цвет, ощущение на ощупь. И когда вот это все включается, наш мозг лучше воспринимает вот эти вопросы. Например, ладно, пойдем дальше. Эти примеры уже немножко оторваны от сегодняшней темы. Воспитательный характер биоадекватной методики преподавания. Во-первых, очень важная эстетика. Образы должны быть красивы. Так, Наталья Николаевна, это не моя личная методика, автор методики Маслова. Каково отношение программы, утвержденные министерствами Академии. Они соответствуют той программе, которую дает Академия Министерства образования. Есть только вопрос инструментария. То есть вы можете ваш обычный урок, в вашем обычном уроке использовать методики преподавания. То есть объяснение урока вот в этой контексте, в этой схеме, оно лучше запоминается, лучше усваивается. Так, то есть эстетика должна быть, красота. Второе расслабление. Когда мы расслабляемся, что происходит? Снимается внутреннее напряжение. А когда снимается внутреннее напряжение, человек чувствует себя спокойно, свободно. Внимательное слушание себя. Вот тот вопрос, когда мы находимся в состоянии слушания себя медитативным, это очень важно. А, кстати, я забыла. Я вернусь вот здесь. Обратите внимание, почему я сделала разными цветами, красный и фиолетовый. Фиолетовый – это расслабление. Когда мы входим в альфа-состояние мозга, наш мозг входит в творческое состояние. Когда мы повторяем темы, включается логическое мышление, правополушарное, то есть активная работа, частоты мышления нашего мозга увеличиваются. Когда мы входим в медитативное, опять идет чередование, расслабление. Ученики делятся внутренними ощущениями, они переводят образы мысли в словесный ряд, уже идет активное. И дорисовывание образовано, опять же, творческое. Смотрите, у нас правые и левые полушария чередуются. У нас активная работа чередуется. У нас чередуется состояние мышления в альфа-волнах и бета-волнах. И благодаря этому человек развивается, ребенок развивается гармонично. У детей хорошее настроение, исключается страх ошибки. Потому что в тот момент, когда ребенка спрашивают, а что ты чувствовал, что ты видел при этом, люди вдруг понимают, дети, что каждый видит свою картину. Надо же, у каждого своя картинка, значит, у каждого есть своя мысль. И когда учитель приветствует вот это разнообразие, дети начинают понимать, что у людей могут быть альтернативные мысли, альтернативные мнения. И нет такой «моя правильная, все остальные неправильные». То есть это дает принятие индивидуального мышления. Когда мы говорим о толерантности, о принятии мнения о том, что есть альтернативное мышление, вот оно развивается интуитивно. Об этом даже говорить нельзя. Но не нужно, нет надобности. Оно входит. Уровни развития личности в ходе адекватного урока. Во-первых, снимаются барьеры в ходе принятия информации. Когда человек расслабляется, у него снимаются барьеры. То есть нет барьеры критического мышления. Это правда, неправда и так далее. Конфликта, имеющий информацию с приходящей. Дальше идет понимание себя, управление процессами мышления. Как только человек начинает понимать себя, чувствовать себя, он может управлять этими процессами. Дальше управление эмоциональным состоянием. А если мы можем управлять своими эмоциями, что происходит? Мы можем снимать нашу агрессию. Мы в конфликтной ситуации можем, в стрессовой ситуации собраться. Когда нужно расслабиться. Вначале расслабиться, потом собраться, снять напряжение в мышцах и получить свободу мышления. И, конечно же, развивается внутренняя культура. И от внутренней культуры транслируется внешняя культура. Вот в чем дело. Когда мы управляем своим эмоциональным состоянием, мы говорим красиво, мы объясняем, мы спокойно высказываемся. Давайте посмотрим вот такое уродливое явление, как мат. Когда она проявляется? Когда человек не знает, как высказать, как номинизировать, как назвать нечто то, что ему неприятно. А когда есть внутренняя культура, мы исходим к тому, что так, мне это, возможно, неприятно, но этот человек так чувствует. Попробуй-ка я его понять. И агрессия полностью исчезает. И человек начинает другими словами объяснять, что знаешь, по этому поводу у меня есть такое мнение. Здоровье, сберегающий потенциал в чем? Вот управление эмоциями, о которой я сказала, градация ощущений и чувств. Когда есть градация, когда есть понимание, мы можем этим управлять. Зрение нормализуется. Почему? Потому что, когда человек начинает мечтать, у него по-другому начинают работать зрачки. У него он хочет смотреть на то, что видит. А когда мы хотим, мы тренируем взгляд, как было сказано в самом начале. Дальше. Когда у нас хорошее здоровье, у нас настроение мышечный, каркас очень крепкий, он активный. Например, вы, наверное, чувствовали, когда переживаете какой-то стресс, первым, что происходит, у нас расслабляются мышцы. Вот дряхлеют эти мышцы. А потом вроде бы не занимались спортом, ничего не делали, просто у вас улучшилось настроение, мышцы стали на свои места. А что такое наши позвонки? Наш позвонок – это маленькие косточки, которые связаны с сухожилиями, и этот каркас держит мышцы. Как только у нас мышцы расслабляются, у нас осанка рушится. Известно, что сутулость выпроявляется за счет того, что всего лишь подтягиваются мышцы живота. Казалось бы, верхняя часть спины, а управляются нижними частями. Когда мы обращаемся к остеопату, остеопатия совершенно по-другому объясняется. Объясняет. И оказывается, ребенку сказал какие-нибудь приятные слова, взбодрил, и все. От сутулости ничего и не осталось. Прямая осанка. Понимание себя, умение слушать свою интуицию. Так, а как вы пробуете обучение вхождения в альфа-состояние? Ирина Анатольевна, смотрите, что получается. Когда говорим, расслабьтесь, а теперь представьте, что вы вошли в лес, мы включили мечту. И вот здесь и дети входят. Можно подключить какую-нибудь музыку, спокойную фоновую музыку. И дети спокойно уже входят в альфа-состояние. У них это намного легче получается, потому что они еще не разучились мечтать. И если взять маленькие дети, они все время, до трех-четырех лет, они все время находятся в альфа-состоянии. Уже позже включается бета-состояние. Так что для них это естественно. Они спокойно входят. И дети постарше тоже. Как только они представляют эти образы, автоматически они переходят в это состояние. В крайнем случае можно просто сказать, а теперь давайте замедлим наше дыхание. Просто послушаем наше дыхание. Как только мы начинаем слушать дыхание и замедлять его, мы переходим в альфа-состояние. Так, вопрос дает Мария Александровна. Да, будет запись, и она будет представлена на канале YouTube. У меня сейчас урок начинается, не успеваю дослушать. Хорошо. Мария Александровна, вы можете его посмотреть в YouTube позже. Следующее. Если мы смотрим вибрационную шкалу Дэвида Хокинса, вот здесь эмоции. Когда мы переходим в другое состояние. Давайте пойдем еще дальше. Вот то же самое. Та же самая таблица. Таблица здесь просто гораздо больше столбиков. Что получается? Когда мы приходим в состояние радости и гармонии, а вот эта образованная медитация позволяет нам вырасти в эти состояния, если мы на стрелку смотрим. Это принятие, хотя бы принятие, готовность. То получается, что дети учатся на радости. Благость, преображение, живущий в полноте, единый. Вот эта целостность, когда мы начинаем думать целостно. Смотрите, сколько грустных мыслей у нас есть внизу. Как только мы помогаем детям выходить в высокое эмоциональное состояние, мы их спасаем от гордыни, от гнева, от жажды желания, вот шапоголизма, которые от страха, от горя, апатии, ненависти, чувства вины и позора. То есть, смотрите, всего лишь мы им даем гармоничный, красивый образ и спасаем от всех этих деструктивных чувств. Олег Васильевич пишет, а какая методология лежит в основании ноосферного образования? Вот все то, что я рассказала. Если вам интересно, вы можете более подробно читать книги Натальи Геннадьевны Куликовой и Масловой. Вы можете скачать вот этот слайд и здесь посмотреть именно авторов и поискать. В интернете их полно и даже обратиться к ним за обучение. Наталья Геннадьевна регулярно ведет курсы, я тоже у нее обучалась, и подробно рассказывает и практикует, показывает, каким образом все это происходит. Потому что то, что я сейчас рассказываю, она рассказывает в течение 12-16 часов с учетом практики. Подводные камни новой методики. Это недоверие учеников, усмешки, особенно старших. Это настрой учителей. Если учитель не вошел в настрой, то это может быть вот в таком состоянии. И недостаток учебного материала. Но как решать недостаток этого учебного материала о том, что каждый учитель может сам тоже участвовать. Сейчас все учителя, которые работают на полноосферной методике, они включились активно именно в создание учебников. Они сами, как только написали несколько уроков, несколько образонов к различным темам, они идут в общую базу и издаются постоянно журналы, книги, учебники по ноосферной методике. Есть ряд учебников, которые вы можете взять в дополнение к вашим урокам. То есть по этим учебникам, взяв эти образоны, вы можете их свободно использовать для своего урока, для очередного, который у вас по плану, по школе идет, вот об этом объяснить. Плюсы какие? Во-первых, целостная картина мира, эстетичность, гармонизация личности, улучшение эмоционального фона, вот агрессивность просто спадает. Даже если ребенок ежедневно из шести уроков только получает один урок в ноосферном плане, в классе, во всем классе эмоциональное состояние улучшается значительно, значительно, значительно. Увеличение скорости усвоения материала. Да, Наталья Леонтьевна, можно скачать презентацию, благодарю, что вам тема понравилась. И вот есть адекватные учебники, и что они говорят, что эргономика учебника позволяет в 3-4 раза сократить время изучения материала, государственного стандарта и заложить его в долговременную память. Вот суть в том, чтобы сразу заложить его в долговременную память. Ну что ж, на этом и заканчиваю, дорогие коллеги. Желаю успеха в педагогическом творчестве, потому что вот в этой методике, методике работы, это полное творчество, это яркая, активная жизнь педагога. Я сейчас приглашаю Павла Юрьевича присоединиться к нам. Он расскажет, как вы можете приобрести сертификаты, о том, вы прослушали данный вебинар, знакомились, а также как можно скачать то слайды, презентацию, которые я представила. Если посмотрите ресурсы, там есть папочка, и нажав на него, вы можете скачать. Она находится в правом верхнем уголке. Нажмите на папочку ресурсы, она откроется, и вы тут уже сможете спокойно скачать. Благодарю вас, уважаемые коллеги, и приветствую. Действительно, вот эта тема, она такая интересная, она настолько наполненная, что я попыталась очень коротко, всего лишь за час, рассказать о том. Если вас заинтересует, вы можете, конечно, обратиться в ВКонтакте и в Фейсбуке. У Натальи Геннадьевны Куликовой есть своя страничка. Есть также группа ноосферное образование, они проводят регулярно, в год один-два раза конференции, совместные мероприятия, на которых рассказывается об этой методике более подробно, детально и основательно. И в том числе вы можете стать, каждый из вас, если заинтересовался, может стать савтором в составлении учебников. Вот если мы видим здесь учебники русского языка, английского, математики, да абсолютно любое знание можно преподнести именно в таком виде. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами, желаю успехов в творчестве. Так, есть еще вопросы? Так, интересно, интересно, хорошо. Смотрите, сертификаты ваши уже подготовлены, и вы, если пройдетесь по этой ссылке, то можете их приобрести, следуя рекомендациям, указаниям, которые здесь есть. Благодарю коллеги, очень, когда вы благодарите, и я понимаю, что эта тема на самом деле актуальна и вам интересна. Кстати, скажите, пожалуйста, вот какие темы вам было бы интересно послушать в дальнейшем, потому что есть темы, которым вы бы хотели, и тогда наша работа тоже будет более целенаправленной, более актуальной, интересной, если вы запишите то, что вам было интересно, те направления. Коррекционная педагогика и психология, все, что угодно. Ага, Евгения Юрьевна, хорошо, я запишу коррекционную педагогику. То есть, знаете, вот эта методика с коррекционной педагогикой очень сильно помогает. Во-первых, она расслабляет всю напряженность и позволяет вот именно зацепить. Иногда дети плохо учатся, потому что они кинестетики, легко учатся визуалам, а вот кинестетикам сложно. И иногда дети очень развитые, например, удивляется, недавно одна мама жаловалась, мальчонка читает английский, просто великолепно он смотрит, в третьем классе учится, прошел по дороге, увидел газету, журнал открыл, прочитал. А в школе у него оценка двойка по английскому, он не знает алфавита. Если мы посмотрим, есть такой феномен, когда человек не может отдельные слова читать, но он посмотрел на страницу и вам полностью может своими словами пересказать. То есть, есть особенные современные методики мышления. Возможно, человек-то талантливый, а мы его кидаем в коррекционный класс, потому что он по-своему мыслит, не так, как мы примем в ИКЛИ. Так, инновационные технологии для дошкольников. Можем не пойти именно сферу урока в музыке. Хорошо, уроки музыки действительно это мое направление. Я сама музыкант от методики до психологического настроя на слушание классики. Вы знаете, это так важно, это так важно. Вчера ко мне пришла девчонка, которая поет песни, и от песни, которую она спела, у меня просто мурашки по коже. Ужас. Девчонке на 7 лет она поет песню, что она принцесса, выстроилась очередь из женихов, из принцев 148 или 142 человека, мужчин. Она их выбирает. При этом надо еще и понять, кто из них принц, а кто пикапер. Боже мой, зачем ребенку всем нет знать, что такое пикапер. Это вообще, ну, на что мы нацеливаем внимание детей. И когда мы пытаемся их приучить к классике, к правильным образом, это совершенно другой вопрос. По дошкалятам интересно все. Хорошо. Хорошо. Это интересное направление. Связанное с дошкалятами есть очень много интересной информации. Нарушение зрения. Какие технологии можете предложить? А, для детей с нарушениями зрения. Интересная тема. Дыхательные практики. Ну, это сколько угодно. Что-нибудь об уроках литературы. Ага. После оплаты вам приходит ссылка. Она, скорее всего, там и есть. Следуйте инструкциям. А, кстати, вы можете скачать, скорее всего, есть там документы. Если выйдете в самое начало нашего... А, Павел Юрьевич объяснит. Павел Юрьевич, приходите. Он сейчас вам все объяснит, как надо. После... А я уже закончила. Я уже закончила, Павел Юрьевич. И у нас уже появились новые темы, что интересует... SP. Как. И у нас уже... Павел Юрьевич, приходите.